Выборг, 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», в объединенной студии фестиваля и программы индустрии кино актриса Дарья Румянцева и киножурналист Иван Кудряхцев и режиссер Юсуп Розыков с нами здесь в студии привез на фестиваль свою картину «Танец с саблями» про Арама У вас, Юсуп, очень урожайный год, потому что вы только что летом на кинотавре показали керосин, а теперь «Танец с саблями» и еще у вас очень урожайная карьера на призы от кинокритиков. По-моему, вы на московском кинофестивале получали приз кинокритиков, на кинотавре получали приз кинокритиков, по-моему, не один раз. В общем, как вам кажется, почему вас так любит именно наш брат кинокритик? Наш брат кинокритик просто, наверное, очень зоркий. Ему интересно кино, которое делается отчасти в экспериментальном ключе. Преданность кино именно киноизображению, которое они там видят, может быть, и в этом делаются. На самом деле, просто мне очень лез на их внимание, их поощрение. Это такое, знаете, облако кино. Вот я не могу ничего другого сказать. Облако кино? Да. Вот ты делаешь кино, в котором преследуешь исключительно какие-то визуальные свои концепты, истории сами по себе, которые ты отбираешь, они все должны быть не среднего плана такого, знаете, чтобы они интересовали. Но киновиды же тоже люди, они же тоже хотят, чтобы их подпитывали. Я не скажу, что я делаю это сознательно, но у меня нет другого интереса. Киновиды не только люди, некоторые из них становились режиссерами. Гадар, по-моему... Ну, у нас Ковалов Олег, прекрасный режиссер. Нет, это, конечно, не только Гадар, по-моему, даже и Трюфо писал тоже сначала какие-то статьи свои. Но это, наверное, именно то, что называется, от ностальгии по-настоящему. Это вот кино, которое хочется снимать. Ностальгия по-настоящему? Да, вот это вот ностальгия, которого чисто в ремесленном плане, конечно, не достает. Когда история заплывает и остается не кино, а как бы начинается какое-то вот то, что называется сериальным таким мемом, знаете, когда ты не понимаешь... Ты можешь слушать спиной это кино, смотреть его спиной. То есть отворачиваешь, ты моешь посуду, там, не знаю, режешь салат. Кино идет, и ты как бы в нем находишься. А я снимаю кино, стараюсь снимать кино, которое нельзя смотреть с милой. Юсуп, почему вы решили рассказать историю про этого великого композитора? Что было причиной? Ну, знаете, вот если брать эту историю, ну, как бы, корпускулярно, она состоит только в одном. Что меня интересовало, как мог человек за восемь часов написать такую музыку. Я не поклонник сам этого танца с саблями, но, тем не менее, это мировой такой... Мировой хит. Да, мировой хит. Вот. Но мне было интересно, как, что должен был пережить человек, и что должен накопить, чтобы за восемь часов написать эту музыку, которую покорил мир. И это у меня была такая формальная отчасти задача, и когда мы начали работать с артистом, мы думали только об этом, потому что он у нас совершенно погружен в таинство какое-то, да, которое он творит, он придумывает, он... И это все связано, там, и то, что эта астеринатная форма, которая... Астеринатная, которая повторяется, там, да, вот эта вот, да, она родилась из его переживаний, когда он ехал там в поезде, например. А когда он писал лирическую часть этой танца с саблями, там у него воспоминания касались этого трагической судьбы саксофониста. То есть, понимаете, это все как бы вот нужно было рассказать. То есть вот 2 минуты 40-80 секунд идет произведение, да, а нам нужно за полтора часа рассказать, как оно могло появиться и благодаря чему. Оно же не просто появилось за восемь часов, оно появилось, когда страна была в войне. Да, это была война, это был ноябрь 42-го года, это эвакуация, город Пермь, тогда он назывался Молотов. Да, ну, то есть, как бы все переживания, которые мог накопить себе художник, он все это выплеснул вот в этой вещи. А он не хотел ее писать, он считал, что балет Ганины готов. А тут, значит, поставили условие, чтобы он обязательно написал еще один танец. Художник, он очень нужен, вот этот возмутительный, возмущающий все в нем вызов. Часто бывает так, что вам кто-то бросает вызов, и вы сначала в ярости просто. Абсолютно вы правы. Это, конечно, это очень соблазнительная вещь, на самом деле. Потому что художник, он на самом деле настолько готов творить, он такой орган, да, который производит прекрасное, что он, посыл даже иногда не зависит от него. Скажите, вам проще творить, когда все вокруг вас в любви, в гармонии, в комфорте, в каком-то участии продюсеров? Или же, когда есть какое-то сопротивление все-таки? Как вам кажется, отражается это как-то на результат? И является ли ваш путь танцем с саблями? Я сказал бы так, что танец с саблями, это, наверное, не мой путь. Я люблю, когда группа получает удовольствие от работы, от процесса, когда артисты начинают просто, ну, в них есть желание творить, открываться, понимаете, с новыми вещами. Но ситуации, когда вдруг ты оказываешься в положении хачастеряна, у меня такого просто не было ни разу. Вот чтобы мне там строго запретили или строго поручили, у меня такого никогда не было. Ты делаешь, ты чаще всего борешься сам собой, чем... Ну, мне везло с продюсерами, наверное, которые мне доверяли, и не шли в разнос с тем, что у меня ни разу не было такого, чтобы у меня кто-то что-то приказывал, наверное, не приходило в голову. О фильме «Керосин» хочется чуть-чуть поговорить. С радостью, вот мои прекрасные стоят и актеры. Да, ваша картина, ваши замечательные артисты, все это... Мне почему-то, как только я понял, что меня ждет в фильме «Керосин», я не разгадал ничего из того, что там дальше случилось, но я почувствовал, какого свойства это будет материал. Мне почему-то сразу Маркес из «Столь от одиночества» вспомнились. Почему-то магический реализм, вот эта вся история. Вы любите магический реализм? Вы верите в магию и волшебство? Да, мой друг, конечно, очень. Я в это верю и надеюсь, что кино как раз это путь к этой магии. Ты можешь при помощи формально четырех блоков кадров, что у меня там, изба, дорога, бабушка спящая, четыре блока изображения, которые ты при монтаже рождаешь какое-то отношение к этой истории, к этой героине. Понимаете, это вот то, что я магии так высоко не назвал бы. Спасибо вам за эту оценку, но на самом деле это то, что вы сказали. Это история о магии, о чуде. И чудо того, что вода превращается в керосин, и наоборот, живая вода, мертвая вода. И то, что женщина, моя героиня, оказывается в шаге от греха смертного, но некая магия ее сберегает. И вот эта сама по себе история человеческая, она должна быть окутана некими загадками. Ты должен в этих загадках участвовать. Это интрига для зрителя, это интрига для ощущения полноценности истории. Вот моя бабушка, она иногда даже похожа на ведьму. На бабу-ягу. Она что-то там творит такой, клубится в ней. Но на большой смертный грех она не готова. Мы в Москве с коллегами делаем передачу, она называется «Фильм Бро». Вместе с нашим сайтом «Фильм Про». Мы под «Фильм Бро» понимаем такого человека «Бро», который есть у каждого человека. Это кто-то, о ком все остальные не знают, но у тебя такой человек есть, кто тебе всегда подскажет что-то посмотреть, что-то почитать, и ты точно ему доверяешь безоговорочно, его вкус. У каждого человека есть такой, и каждый человек для кого-то таким является. У меня к вам такой вопрос, я его задаю постоянно мастерам кино или суп. Что недавно вам посоветовал ваш фильм «Бро»? Кстати, кто это, если не секрет? И что вы как фильм «Бро»? У меня очень сейчас трогательное отношение с одним фильмом, который называется «Блеск». Это австралийский фильм. Он снят в 96-м году, по-моему. Ой, это потрясающе. С Джеффри Рашем. Он играет пианиста, который сошел с ума, разучивая третий концерт фортепиана Ирахманинова. Это блестящий совершенно фильм. Невероятной красоты. Я бы всем советовал его посмотреть. Он 96-го года, он называется «Блеск». «Блеск». «Шайн», да. Да, вот это вот. Это невероятно. Она получила столько призов именно актерских. Да, и даже и «Бафту», и «Оскар». Это человек совершенно… Ну, Джеффри Рашем. Он оказался выдающимся пианистом сам по себе. Понимаете? Я не знала. Он в кадре играет. То есть это совершенно не та история, как с «Зеленой книгой». Здесь он играет сам. Вот. Я бы рекомендовал посмотреть картину, которая называется «Блеск». Это для меня это было потрясением. А кто, какой бро мне это посоветовал, я просто… Сейчас очень много… Я увлечен Курентисом. Все его концерты прослушиваю, да. И вдруг я увидел, когда попался мне в ссылке Горовиц, когда играет своими колбасками. Вот именно вот этот фортепианный концерт. Я думаю, дай-ка я посмотрю, потому что мне очень интересно показалась сама по себе вот эта ситуация… Он считается виртуозным, считается концертом с фортепианом, он считается виртуозным, и нужно его играть умеющим. И я попалился в Facebook, и вдруг я узнаю, что оказывается, существует кино, посвященное этому фортепианному концерту. Вот это вот… Благодаря Теодору Курентис оказалось так, что я вырвался на эту картину. Спасибо. Вам спасибо. Юсуп Розыков, режиссер, создатель фильма «Танец с саблями», участник конкурсной программы 27-го фестиваля «Окно в Европу». Гость нашей истории. Спасибо. Спасибо вам.